Как правильно сесть на воздержание? Если вы поняли, что вам действительно нужно воздержание, вы хотите это попробовать как минимум, как максимум хотите сделать это частью вашей жизни, то в сегодняшнем ролике мы разберем, как правильно сесть на воздержание, чтобы это не было плохо для вашего организма, чтобы это было хорошо для вас. И в сегодняшнем видео я расскажу о двух способах, как сесть на воздержание. Первый, который пропагандируют все, все, все блогеры, которые говорят про воздержание. Если вы бьёте запрос, как сесть на воздержание, они будут говорить про этот способ. Я считаю, что это полная лажа, и вам делать так точно не надо. И второй способ, которым пользуюсь я, и который действительно работает. Мы начинаем. Вообще, с чего у меня родилась идея снять этот ролик? В комментарии под вот этим видео, где я затрагивал плюсы и минусы воздержания, образовался дискусс. Два моих подписчика спорили, как правильно и безопасно садиться на воздержание. И я понял, что действительно этот вопрос не закрыт. И я считаю своим долгом рассказать вам о своём мнении, как правильно садиться на воздержание. Первый способ, я называю его постепенное воздержание, как такая тренировка для организма. Что он из себя представляет? Допустим, ты дрочишь каждый день по 4 раза. Получается, в неделю у тебя выходит 28 раз дрочки. Хорошо, мы снижаем объём этой дрочки постепенно. Первая неделя это обычная неделя, где ты дрочишь 4 раза в день, всё в порядке. Дальше ты обрываешь это количество и делаешь 2 раза в день. Итого у тебя уже количество дрочки сокращается в 2 раза. Ты дрочишь не 28 раз в неделю, а 14. Это была вторая и третья неделя. Следующие 2 недели ты уменьшаешь ещё в 2 раза. То есть ты можешь мастурбировать лишь раз в день. Итого мы получаем, что от начальной недели ты уменьшил количество объёма дрочки в 4 раза. И так это и работает. Ты потом дрочишь раз в полнедели, раз в неделю, раз в 2, в 3, в 4. И так через примерно полгода у тебя создаётся большой разрыв, где ты там мастурбируешь раз в месяц. И после того, как ты пришёл к количеству дрочки 1 раз в месяц, тебе очень легко оборвать это и полностью отказаться от дрочки. Я думаю, все полные системы, ты просто постепенно сокращаешь количество мастурбаций. По своему плану, как ты хочешь, самостоятельно его можешь составить. В принципе, в этом нет никакой важности, как ты его сделаешь. Просто от этого будет зависеть дата, когда ты сядешь на воздержание полное. Я не считаю, что этот способ сильно эффективный. Потому что у тебя очень большой соплан, ты всё время хочешь подрочить, ты всё время ждёшь твои вот заветные даты, когда же закончится эта неделя, когда закончится 2 недели, чтобы наконец-то помастурбировать. Ты чувствуешь себя заложником. И на самом деле я пробовал этот способ. Изначально, когда я просто... у меня не было задачи сесть на воздержание, но я просто хотел сократить количество мастурбаций. Я делал так, я типа ставил себе дату, окей, я не дрочу неделю и занимаюсь мастурбацией там по понедельникам, условно. Но действительно это полное дерьмо, потому что ты ждёшь эту дату всю неделю и думаешь, вот, скорее бы, скоро я подрочу, вот, классно, классно будет. Получается, у тебя неделя просто в мусорку. Я серьёзно говорю из своего опыта, всю неделю я просто думал, когда же настанет понедельник, чтобы помастурбировать один раз. И просто из этого способа, окей, ты уменьшаешь себе количество мастурбаций. И, в общем, но ты ухудшаешь свой уровень жизни, потому что ты постоянно думаешь, как бы, скорее бы, помастурбировать. И это прям очень плохой способ. Все его пропагандируют, большинство ребят, если вы загуглите на ютубе, как сесть на воздержание, они говорят именно об этом способе. Но я считаю, что это просто дерьмо способ, что это ужасный способ, который не стоит вам брать на вооружение. Потому что я его попробовал, говорю честно, ужасно. А сейчас мы переходим плавно ко второму способу, как сесть на воздержание, который я считаю самый охеренный, самый продуктивный и которым лично пользуюсь я. Второй способ я называю полное кардинальное отрицание мастурбации. Я думаю, вы уже поняли, про что речь. Всё. С момента, как ты решил сесть на воздержание, всё. У тебя больше нет варианта подрочить. Всё, для тебя это крест. Полное кардинальное. В этом и прикол, что у тебя нет вот этого соблазна. Ты полностью отрицаешь мастурбацию в своей жизни. Ты её убираешь. У тебя нет возможности подрочить. И тут психология работает совершенно по-другому. Не так, что вот я додержусь до недели и там помастурбирую. Так ты всю эту неделю, ты ждёшь этот заветный день. А во втором способе, в полном отрицании, у тебя нет возможности подрочить вообще. Ни в конце недели, ни в конце месяца, ни в конце года. Всё, у тебя нет этого. И у тебя мозг, он это отбрасывает. Окей, у меня нет этого. У меня нет возможности мастурбировать. Тогда зачем мне про это думать? Зачем мне это хотеть? Если всё этого не будет, я для себя решил. Это самый важный момент. Это психология. Потому что в этом способе твой мозг помогает. Да, первую неделю, я говорю, опять-таки будет очень сложно. Я записывал ролик вот здесь вот. Посмотрите. Где я говорил про этапы своего воздержания. И я говорил там, что первая неделя это самая сложная неделя. Но без этого никуда. И воздержание, где вы откладываете воздержание, это также будет очень сложная неделя. Но во втором способе дальше вам будет гораздо проще. После первой, второй недели, когда ваш мозг поймёт, что нет, реально он не шутит. Он не шутит. Этот чувак не шутит. Мастурбации больше не будет. То он просто отбрасывает желание дрочки. Почему? Потому что, а зачем на это тратить время? Я лучше потрачу время и ресурсы на другие вещи. Я же знаю, что у меня всё равно нельзя. Это был первый плюс этого способа воздержания. Второй плюс, это больший стресс для организма. Ты сразу его бросаешь в ванну со льдом. Ты не постепенно заходишь в эту ванну, ты сразу даёшь ему максимальный стресс. А во время максимального стресса ты максимально растёшь. И ты закаливаешь себя. И это тоже очень важно. То есть помимо того, что ты воздерживаешься, да, ты ещё и закаливаешь себя тем, что ты вводишь себя в сильный стресс. И выходишь из зоны комфорта. Про что очень многие говорят. В принципе, это было два важных пункта этого способа. Первый, это меньше саблан за счёт психологических твоих связей. И второй, это жёсткий стресс, который также поможет тебе вырасти. Вот и всё, друзья. Это были два способа, как вам сесть правильно на воздержание. Я вам честно советую брать второй способ на вооружение, ибо это гораздо более эффективно. И лично я пользуюсь этим способом. Но как бы выбирать вам. Можете работать и с первым, потом напишите в комментарии. И, кстати, обязательно напишите в комментарии, как именно вы садились на воздержание, или как вы собираетесь сесть на воздержание. Интересно подискутировать с вами внизу. И очень важная новость. Я создал телеграм-канал. Ссылка в описании, где вы можете зайти и просто спокойно, в свободной форме, пообщаться на какие-то вас интересующие темы. Позадавать мне вопросы, я там постоянно переписываюсь с ребятами. На этом все. Всем хорошего дня.